Приветствую вас! Вы знаете, вы в слове женщины допустили довольно интересную ошибку. Вы написали жены семьи, как бы, из чего я делаю вывод, что человек, в общем-то, наверное, вам очень дорог, и вы хотите, наверное, чтобы она была вашей женой, а может быть, она и есть ваша жена, но в любом случае, вы с ней были очень близки. Это первое. Второе. Любовь женщины, как и любого другого человека, нельзя вернуть. Любовь, она либо есть, либо ее нет. И если человек вам эту любовь не показывает, не демонстрирует, это не значит, что это любви нет. Любовь есть. Просто человек из-за ссоры на вас обижен, и любовь оказалась погребена под слоем обилик, какой-то, да, там, негатива и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь я, пожалуй, не соглашусь со своей коллегой, которая сказала, что чем больше срок, тем сильнее обида. Это далеко не всегда правда, и смотря какой срок, но если вы поссорились только что и поссорились сильно, то имеет смысл не торопиться, может быть, даже несколько, некоторое время, скажем, неделю, две, может быть, три. Надо, чтобы человек побыл без вас, присплесил себя. В своем отношении, скорее всего, ни с кем она не начнет. Вот, но зато успокоиться, придет своя мысли в порядок и определиться тем, что вообще ей нужно. С другой стороны, если женщина довольно эмоциональная, и если женщина такая, вот скажем, классическая, да, то есть, ну, вообще, самым-самым буквально после этого слова, тогда, конечно, может быть, ждать и не стоит, нужно, как бы, сразу ее возвращать, пока это еще возможно. Здесь я, пожалуй, тоже со своей коллегой соглашусь, но с этим нужно разбираться. То есть, с этим нужно разбираться, на этом нужно смотреть, об этом нужно разговаривать, и разговаривать нужно, судя по всему, с вами. Вот. То есть, любовь, она никуда не ушла, если она действительно есть, любовь никуда не делает, за это вы можете быть спокойны. Другое дело, хочет ли человек быть с вами. Это вот уже и вопрос. И вопрос довольно серьезный. Поэтому, для того, чтобы ответить на него, важно, чтобы ваше поведение было скорректировано именно с учетом того предмета, по поводу которого была ссора у вас. И если вы виноваты, если вы ответственны, то вот за это нужно измениться. В том, в чем вы раскаиваетесь, за это нужно измениться. И прощение, обязательно, возможно, несколько раз, и так далее. Вот. А дальше просто стараться быть рядом, демонстрировать, что вы настроены на продолжение отношений, демонстрировать, что вы хотите ее вернуть, демонстрировать, что она вам важна, но при этом не унижаться. И, как бы, не наручать твоих личных границ, не вредить себе. И если она действительно вас любит, как я уже сказал, то она к вам вернет. Обязательно. В этом, я думаю, даже сомневаться не приходит. Ну, только вот от вас требуется, я бы сказал, от вас требуется упрямство, немножечко выдержка, терпение, настойчивость где-то и так далее. Все это можно сделать. Но только если вы поймете по поводу чего было в ссоры, что произошло и, собственно говоря, что случилось. И только если вы будете отдавать себе отсчет в том, каких действий вам больше делать не надо. То есть, вообще, каких шагов вам предпринимать точно не стоит. Чтобы вернали, чтобы в будущем подобное не повторяли. И тогда, я полагаю, у вас все будет отлично. Настолько, насколько это вам невозможно. Если человек вас любит, то вы его не потеряете. Можете быть в этом уверены. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.